Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. Рядом с византийским Херсоном. Что такое пещерные города? До недавнего времени пещерные города считались однородными и одновременными памятниками. Это порождало целый ряд недоразумений и неверных исторических выводов, о которых было сказано выше. Несмотря на то, что эти разновременные памятники изучены далеко недостаточно, их уже можно разделить на три совершенно различные группы. Первую группу составляют остатки довольно больших укрепленных населенных пунктов на отдельных высотах или на скалистых мысах второй горной грязи. Они были защищены естественными преградами, обрывами и мощными крепостными сооружениями. Каждый из них занимал несколько десятков гектаров. Внутренняя территория этих укреплений делилась, как правило, на две части. На одной из них обычно у ворот было само поселение. Здесь и сейчас местами видны следы улиц, переулков, площадей, жилых домов и общественных зданий. Другая часть, лежавшая в глубине, не имеет следов жилья. Здесь на достаточно обширной площади могли располагаться приходившие под защиту крепости караваны. Тут же, вероятно, происходил и торг. А в военное время находили в убежище жители окрестных селений с их стадами, припасами и имуществом. Помимо многочисленных наземных построек, жилых, хозяйственных, церковных и оборонительных, в мягких и известняковых скалах, на которых стоит большинство этих населенных пунктов, вырубались многочисленные вспомогательные пещерные сооружения. Большинство жилых усадеб имело также подвалы и кладовые для хранения продовольственных запасов. В скалах высекались и целые комплексы культовых сооружений – церкви, часовни, усыпальницы, склепы. Оборонительные наземные сооружения усиливались на обрывах пещерными казематами. Здесь же были казармы для дежурств и отдыха воинов, для хранения военного имущества и т.д. Многие из казематов в мирные дни становились хозяйственными складами. Сейчас наземные постройки разрушены, заросли лесом. Пещерные же сооружения, особенно те, что находились на обрывах скал, сохранились. Это создало впечатление, будто бы населенные пункты состояли из одних пещер, что и дало повод путешественникам XVIII-XIX веков назвать их пещерными городами. Пещерных городов первой группы в Юго-Западном Крыму известно четыре. Все в районе Бахчисарая. Иски-Кермен, близ села Крепка, бывшая Черкес-Кермен, Мангуб у села Залесного, бывшие Юхары-Королес, Кыз-Кермен, около села Кудрина, бывшая Щурю и Чуфут-Кале. Почти все они возникли в период раннего средневековья. Лучше других изучено городище Иски-Кермен. Письменные источники о нем не упоминают, но археологические раскопки, проведенные в 1928-1937 годах, в значительной мере раскрыли его историю, кратко изложенную ранее. Мангуб, самое крупное средневековое городище Горного Крыма, изучен меньше. Здесь найдены остатки так называемого дворца, то есть весьма богатого дома и большого храма, даты которых еще не вполне ясны. Обнаружен также ряд бесспорно ранне-средневековых памятников, расположенных главным образом в восточной части городища, на мысе Тешкри-Бурун. Могильник Мангуба, земляные склепы, находился у восточной подошвы горы. Городище Чуфут-Кале исследовано еще меньше. Существует мнение, которое после раскопок 1956-1959 годов оспаривается, что тут находились ранне-средневековые фуллы. На Кыске-Альмине небольшие раскопки провел в 1961-1962 годах Якобсен. Остатки оборонительной стены, местами сохранившие следы крупноблочной кладки, а также археологические находки, дают возможность говорить, что этот памятник относится к раннему средневековью и существовал до 90 века. Вероятно, судя по дате и местоположению, это и есть фуллы. Все эти городища возникли неподалеку от основного древнего пути, из Херсонеса, в степи или у дорог, идущих через горы на южное побережье. Благодаря такому выгодному расположению, они в дальнейшем превращаются в торговые ремесленные города. Вторую группу пещерных городов составляют небольшие, площадью 1,5-2 гектара укрепления, расположенные на мелких высотах второй гряды. Не все они находились близ главных торговых путей, но каждая, как уже говорилось, господствовала над какой-нибудь долиной и контролировала основные пути из этих долин в степи. Например, на правом берегу устья реки Черный, господствуя над Энкерманской долиной, стояла крепость Каламита. В глубине Бельбекской долины высятся руины так называемой Сюйренской крепости. В течение реки Качи на горе Тепи-Кермен развалены одноименные крепости. На водоразделе Бодрак и Альма находятся остатки небольшой крепости, известной под названием Бакла. В Мангушской котловине, к востоку от Бахчисарая, у села Прохладное, бывший Мангуш, имеется еще одно неизученное, но, по-видимому, раннесредневековое укрепление. В каждой горной долине или достаточно изолированном рочище имелось свое укрепление. В этих малых крепостях обнаружены остатки мощных оборонительных сооружений, жилых домов и небольших храмов. Торговых площадей, мест для стоянок торговых караванов или для укрытия значительного числа людей в них нет. Большинство таких крепостей тоже имело искусственную пещеру, поэтому их отнесли к пещерным городам. По существу же они являлись ничем иным, как феодальными замками. К третьей группе пещерных городов относятся остатки более поздних христианских монастырей, состоявших, главным образом, из многочисленных искусственных пещер, расположенных, как правило, в несколько ярусов, на обрывах скал второй гряды. Наряду с пещерными, хозяйственными и культными сооружениями, церквями, часовнями, усыпальницами и тому подобное, тут было много вырубленных в скале келей. Подобные монастыри очень похожи на пещерные монастыри Кавказа. Например, монастырь в Ардзе в Грузии, Малой Азии, Каппадокии и Сицилии. Никаких специальных оборонительных сооружений, наземных или пещерных, эти монастыри, как правило, не имели. Возникли они не ранее 9-го и 10-го веков и располагались вблизи городов и замков. Одни из них были как бы их придатками, другие существовали самостоятельно. Пещерные города не дают никаких оснований видеть в них встроенную оборонительную систему, воплощение какого-то военно-стратегического замысла Византии. Они возникли в разное время и независимо от Византийской империи, в силу социально-экономических и политических условий, складывающихся в Юго-Западном Крыму в течение длительного времени. Было бы неправильно, конечно, отрицать роль византийского экономического, политического и культурного влияния на Юго-Западный Крым. В частности, не исключена возможность того, что херсонские строители в той или иной мере участвовали в сооружении этих крепостей, вероятно, игравших роль в общей борьбе Херсона и местного седлого населения против кочевников. Однако общность интересов, о которой можно лишь догадываться, не приводила к прямому подчинению этих крепостей стратегам херсонской фемы. Между Византией и Хазарами Культурное влияние Византии, преимущественно через Херсон, на седлое население Юго-Западного Крыма, было далеко не везде одинаково сильно. Если вблизи от Херсона оно хорошо прослеживается в строительной технике, ювелирном искусстве, ремеслах и погребальных обрядах, то в речных долинах Юго-Западного Крыма это влияние чувствуется гораздо меньше. Например, некоторые строительные приемы эски-керменской крепости, перекрытие панцирей, кладки крупными плитами и т.д. И сама ее структура, характерная для местной традиции. Другой пример. Вне Херсона, в погребальном инвентаре могильников до 8 века совсем нет светильников, глиняных лампочек. А в херсонских могильниках того же времени они есть. Число подобных примеров можно увеличивать. В стороне от Херсона, на территории юго-западной Таврики, очень медленно проявилось христианство. В этом тоже проявилась устойчивость местных традиций. Если в Херсоне оно становится официальной религией в 4 веке, а в 6 веке уже завоевывается население города, это видно по многочисленным храмам и погребальным обрядам того времени, то в призгорных районах известно всего три церкви, относящихся к 6-7 векам. В Иске Кермении, Пампук Кая и Мангупе. При этом не все исследователи считают, что они были сооружены именно в тот период. Мангупскую базилику, например, некоторые относят к 10 веку. Вполне вероятно также, что храмы эти струлись не по инициативе населения, а греческими церковниками в интересах и от имени византийских императоров. Это в некой мере подтверждается тем, что в руинах Мангупской базилики найден обломок камня с частью большой надписи, в которой упоминается имя императора Июстиниана I. Впрочем, здесь этот камень был вторично использован как строительный материал, а где он находился первоначально, пока установить не удалось. Интересную картину можно воссоздать по раскопкам большого сельского могильника, что около села Скалистого Бахчара-Сарайского района, предполагаемый Некрополь-Баклой. Захоронения в нем производились с конца IV до начала IX века. Христианская символика в украшениях, обнаруженных здесь мелких вещей, появляется с VI века. Но языческий обряд захоронений остается даже и в VIII веке. Предполагают, что этот могильник был оставлен в начале IX века, ибо только тогда в Крыму окончательно поведено христианство. О трудностях введения христианства в юго-западном Крыму свидетельствуют письма, сосланного в Херсон папой Мартина V, середины VII века. Из сообщений византийского писателя Епифания конец VIII – начало IX веков. Во второй половине VI века перед Византией встает ряд серьезных препятствий, не позволяющих ей распространить и закрепить свое влияние на берегах Северного Причерноморья и на Крымском полуострове. Мешали этому, с одной стороны, политическая обстановка, сложившаяся в Северном Причерноморье, а с другой – события внутри самой империи. В этот же период в Придоне и Приазовье появились кочевые племена Хазар. В 576 году они захватили Баспор, а вскоре им подчиняется Исугдея. В 581 году войска Хазар стоят уже у стен Херсона. В то же время южные границы Византии серьезно тревожат арабы, а внутри нее происходят многочисленные крестьянские восстания против крупных землевладельцев. Империя не могла защитить свои владения в Крыму. Хазарский Каганат, существовавший главным образом за счет таможенных пошлин, захваченных торговых городов и сбора даний с порабощенных областей, жестоко эксплуатировал земледельцев. Непосильный гнет, по-видимому, привел к упадку земледения, являвшегося основой всей экономики Юго-Западного Крыма. Папа Мартин V в своих письмах сообщал о страшном недостатке в Херсоне хлеба, которое ему приходилось покупать по очень дорогой цене не у крымских жителей, а у заморских купцов в берегах Малой Азии. Это не могло не вызывать возмущение народных масс. Одним из его проявлений очевидно явилось антихазарское восстание, о котором рассказывалось в предыдущем очерке. Как вам уже известно, беглые византийские монахи, поддержанные местными единоверцами и почитателями, сыграли активную роль в основании в юго-западной части Крыма, сначала на побережье, а затем и в глубине полуострова, ряда монастырей. Некоторые из них, как и на территории Византийской империи, вскоре превращаются в крупных феодалов, становятся хозяевами поселений, где работали не только рядовые монахи, но и подневольные крестьяне. Известный проповедник и ярый защитник византийских монастырей Федор Студит в своих письмах вынужден был признать, что монастыри жестоко эксплуатировали крестьян. Он указывает на нечеловеческие условия труда, отмечает, что некоторые монахи имели даже собственных рабов и вели далеко неправедную жизнь. Вероятно, нечто подобное процветало и в монастыре средневекового Крыма. В результате разложения рабовладельческого строя в IX веке в юго-западном Крыму развертывается процесс становления феодализма. Появляются новые, все более мелкие феодальные укрепления, прямое следствие раздробления земельных владений и политической власти. Если в начале средневековья, в V-VIII веках, в каждой более или менее крупной долине появилось по одной малой крепости, в XIX-X веках возникают как бы дочерние укрепления, господствующие над мелкими ответвлениями или отдельными участками больших долин. Так, в глубине Инкерманской долины, у нынешних сел Чернореченская, бывшая Чергуна и Морозовская, Морозовка, бывшая Алсу, были построены две новые крепости. В это время вокруг больших и малых крепостей, назовем их так для удобства, в водородных долинах юго-западного предгоря начинают вырастать многочисленные сельские поселения. Вокруг Каламиды и привлекающих к ней монастырей были поселения, по-видимому, связанные с ними. В Королевской и Шульской долинах, по которым после разрушения хазарами Иски-Кермена проходила главная дорога на Мангуп и далее в степи, возникают еще два больших монастыря – Челтер и Шулдан. Около них и Мангупа также обнаружены остатки средневековых деревень, которые пришли в запустение в период хазарского нашествия. Когда неподалеку от Иски-Кермена был сооружен замок Кыску-Ле, его окружили земледенческие поселения. Подобный процесс происходит и в Бельбекской долине. Вспомните Сью-Яренскую крепость и монастырь Челтер-Коба, замки Санды-Кая и Сью-Ярю-Кая, и в Качинской – Типе-Кермен, Бурун-Кая, Качи-Кальон. На подстуку к Чуфут-Кале, сменившему Кыске-Армен, возникает монастырь, известный под названием Успенского, а рядом с ним продолжает развиваться большое поселение, на месте которого находилось село Староселье, бывший Салачик, слившийся несколько лет назад тому с Бахчисараем. На горе Долгой у села Прохладного известны развалины замка, окруженные остатками многочисленных средневековых поселений. На второй гряде между реками Альмы и Бодраком в IX-X веках возвышается замок Бакла, около которого вырастает большой поселок и появляется пещерный монастырек. Остатки подобных укреплений и поселений имеются также и в Байдарской и Балакланских долинах, но они еще мало изучены. Между Русью и Византией С конца VIII и IX веки, судя по сообщениям византийских писателей, в северном Прочерноморье активной силой выступают славянские дружины. Напор славян был настолько велик, что Византия, отвлеченная тяжелой борьбой с арабскими и критскими пиратами в Эгейском море, принуждена была пойти на союз с хазарами и выступить с ними против Руси. Но, как известно, этот союз не смог оградить ни хазар, ни византийцев от исторически неизбежного стремления древнерусского государства к берегам Черного моря. В 860 году русские дружины осаждали Константинополь. Некоторые советские историки, ссылаясь на договор киевского князя Игоря с Византией, заключенный в 942 году, предполагают, что русские князья уже к началу X века успели укрепить свое влияние в какой-то части Крыма. В это время создались благоприятные условия для включения крымского полуострова в состав древнерусского государства. Однако, наплыв в южно-русские степи в первой половине X века печенеков, снова перерезал славянские коммуникации в северном Причерноморье. Крым, как и весь юг России, был опять наводнен кочевниками. В середине X века византийский историк Константин Багряна Рудный писал, «Печениги занимают всю страну России и Босфора от Херсона до Серета, прута». Византийская империя, всецело занятая борьбой с болгарами и арабами, не смогла отстоять свои интересы на северных берегах Черного моря. Пользуясь создавшейся обстановкой, хазары вновь начинают громить крымские города, в том числе и в его западных районах полуострова. Один из писленных источников X века, известный в исторической литературе под названием «Записки греческого топарха» и, по-видимому, относящийся к Крыму, рассказывает о посольстве, отправленном к русскому князю Святославу с целью просить у него в защите от общего врага хазара. Как видно, в это время не было другой силы, кроме Руси, которая могла бы противостоять завоевателям в Северном Причерноморье. Мощь русского государства показал и поход киевского князя Владимира на Корсунь. Рассматривая русско-византийские отношения в X веке, Карл Маркс отмечал, что Крым при князе Владимире, если не юридически, то фактически входил в состав киевского государства. Несмотря на господство печенеков и южно-русских степях, положение Руси на северных берегах Черного моря все более и более укреплялось. В истории Северного Причерноморья большую роль сыграли в XI-XII веках половцы, они же кепчаки или команы. В русской летописи первое упоминание о них относится к 1055 году, а впервые напали они на южно-русские земли в 1061 году. До XII века большинство крымских городов и землевладельческих поселений попадает под власть половцев и платит им дань. Это отмечает и фламандский путешественник XIII века Вильям Руб Круквис, и арабский географ XII века Идриси. Деятельность половцев в Северном Причерноморье длилась вплоть до нашествия на Восточную Европу монголо-татар и вначале сопровождалась таким же сильными разрушениями, как и во время вторжения предшествующих кочевников. Позднее, заняв степные пространства Крыма и обложив данью сельское население и торговые города, половцы сохранили за последними их самоуправление. Однако связь Крыма с землевладельческими районами Приднепровья была почти прервана. Половецких памятников в юго-западном Крыму известно пока немного. Два половецких кургана изучены в Бахчисарайском районе около села Долинного, бывшей Топчакой, и на территории цементного завода. В обоих, под небольшой насыпью, в земляной могиле обнаружены мужские скелеты, лежащие на спине головой на восток. Около каждого похороненного несколько железных наконечников стрел, нож, кривая сабля и кувшин грубой гончарной работы. Рядом с могилой человека захоронение его коня. К половецким памятникам относят и большие каменные, мужские, реже женские извояния, так называемые каменные бабы. Они встречаются в Бахчисарайском, Саакском, Красноперекопском и Кировском районах. Это в большинстве случаев изображение воинов с монгольским типом лица и в монгольской одежде. На голове конусообразная шапка или шлем, на шее иногда ожерелье, на плечах – оплечье. Руки сложены на животе и держат небольшой сосуд. Грузное туловище заканчивается внизу очень маленькими ногами в сапожках. И мужские и женские фигуры в расшире кафтанах и штанах. Величина их различна, но в основном равна человеческому росту. Следов жилищ и других сооружений половцев пока не обнаружено. Видимо, они так и не перешли к оседлому обору жизни. С конца IX – начала XI веков, после похода Владимира на Корсунь, во взаимоотношениях между Россией и Византией наступил мирный этап, основанный на взаимоважении и политическом равноправии. Документы и памятники свидетельствуют, что Киевское государство не раз прибегало к культурным взаимствованиям о Византии, самой передовой страны того времени. В 2014 году Византия при помощи Руси одержала окончательную победу в длительной войне с Болгарией. В борьбе с хазарами Византийская империя также стремится объединить свои силы с русскими. Примером служит русско-византийский поход в Хазарию в 1016 году. Совместные военные действия Руси и Византии избавили Крым от господства так Хазар. О связях юго-западного Крыма с Новгородом в начале XI века мы узнаем из жития Антония Римлянина. В нем говорится «И прииде во град, и обрете человека греческие земли, госпу, деющие купецкий чин и муще, и же умеющие римским и греческим и русским языком». В житии этот купец из греческой земли называется гречанином Готфином. Видный советский историк Левченко считал, что это был выходец из Таврики, точнее из юго-западного района Готии. О торговых сношениях Руси с юго-западным Крымом говорят и находки на Мангупе, бронзовый крест Энколпион киевской работы второй половины XII века, трубчатые замки киевского типа, бронзовая подвеска XI-XII веков в виде миниатюрного кинжала и другие вещи. Юго-западный Крым в период зрелого Средневековья. После захвата крестоносцами Константинополя и образования в 1204 году у латинского государства единая и некогда могучая Византийская империя распалась на ряд крупных феодальных владений. Это привело к появлению на юго-восточном побережье Черного моря Трапезунской империи, с которой в период зрелого Средневековья был тесно связан Херсон и весь юго-западный Крым. С XI века, со времени нашествия на Армению сельджуков, в Крым переселяется много армян. Переселение их продолжалось и позже, особенно в XIII-XIV веках. Армяне обосновывались прежде всего в торговых городах Восточного Крыма, Каффи, Салдаи и Санхати, но со временем часть их проникла и в западные районы полуострова. Появление в Крыму армян, народа, имевшего высокую по тому времени культуру, способствовало развитию здесь торговли и ремесел, а также подъему земледелия, особенно садоводство и огородничество. В XIII веке в Крыму происходит своего рода собирательство. Ранее раздробленные земельных владений, благодаря ослаблению Херсона и снижению политической и военной роли Византии, вследствие временного распада империи, и возникает значительное по размерам княжества Феодора с центром, предположительно, того же названия, на горе Вангу. По-видимому, ему были подчинены села, монастыри и замки, расположенные в бассейнах рек Черная и Бельбека. Тогда же сформировалось и другое феодальное княжество с центром в Чуфут-Кале, в источниках XIV века Кырк-Кьер или Кырк-Ор. Территориальные владения этого княжества, как можно предполагать, охватывали долины рек Качи, Бодрака и Альмы. Итак, в юго-западном Крыму во время появления на юге Восточной Европы монголов-татар сложились два более или менее значительных феодальных государств, поглотивших целый ряд мелких владений. Все замки и города этого времени были хорошо укреплены. В тех из них, которые возникли еще до X века, ремонтировались, достраивались или перестраивались заново согласно новейшим требованиям военного дела крепостные сооружения. По строительным приемам оборонительные башни и стены этого времени значительно отличаются от укреплений раннего Средневековья. Например, стены клались уже не из квадров, то есть крупных со всех сторон обработанных блоков, а из сравнительно небольших камней, обработанных лишь с лицевой стороны. Только проемы ворот, бойниц и углы прямоугольных башен возводились из камня, отесного со всех сторон. Питьевая вода ко многим городам и замкам подавалась из горных источников по гончарным трубам. В городах было много церквей и часовен. Жилые кварталы, как и раньше, располагались ближе к главным воротам, а в глубине размещались ремесленные мастерские. В жизни всего Средневекового Крыма большую роль играла христианская церковь. Территория полуострова была поделена на епархии, которые, в свою очередь, разделялись на приходы. Приходами управляли священники, подчиненные епископу, настоятелю епархии, а весь церковный аппарат подчинялся константинопольскому патриарху. Первые две епархии, Херсонская и Боспольская, были образованы в Крыму в конце IV века. В VIII столетии в горной части полуострова к ним прибавилось Готская и Сугдейская, а в середине IX века V Фулгская. В конце XIII века Сугдейская и Фулгская епархии очевидно объединились в одну. С конца XV века, после захвата Крыма Атаманской империи, на весь Крым остается одна епархия, Готская, с епископской кафедрой Майром Дерия. Рядом со столицей Крымского ханства Бахчисараем. Средневековая церковь обладала широкими правами, большими экономическими и политическими привилегиями. Ей принадлежали монополия в области культуры, искусства и образования. Духовенство решало все дела, связанные с браками, наследованием имущества. Ему принадлежало исключительное право суда преступлений против нравственности. Церковь имела сложную иерархию, причем высшие церковники были прочно связаны с господствующим классом феодалов. Монастыри и крупные храмы владели большими хозяйствами, земельными угодьями, скотом, ремесленными мастерскими. Средневековая церковь была не только сильнейшим орудием идеологического воздействия феодальные знатели народной массы, но и сама явилась с крупным феодалом, эксплуататором трудящихся.